Всем привет! Меня зовут Саша и вы на моем канале. Сегодня я подготовила популярный комплекс лимфодренажная не зарядка, а тренировка. Это более полноценная работа с проработкой силовыми упражнениями нашего тела. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вас, моих новых и постоянных подписчиков канала. Я вижу, как мой канал растет. Мне очень приятно, что вы активничаете, что вы смотрите, что вы тренируетесь по моим занятиям. Продолжайте так же. И второе, что я хочу сказать по поводу уже самой тренировки. Это тренировка такой пример того, что будет в программе лимфодренаж. Совсем скоро она уже начинается, поэтому если вы хотите поработать со всем телом комплексно, разнообразно. Для вас я подготовила целых 16 тренировок для всего тела и 4 урока для лица. А также в этой программе я уже добавляю и лимфодренажные техники тейпирования для проблемных зон. Поэтому присоединяйтесь, я вас жду на курсе, а сейчас давайте начнем тренироваться. Сейчас мы с вами начинаем с растирания всего тела и пробуждения наших рецепторов. Это часть тренировки, часто встречающаяся в зарядках, но это совсем-совсем малая часть моей тренировки, которую я для вас подготовила. Итак, растираем руки со всех сторон достаточно активно, чтобы вы почувствовали легкое тепло по всем тканям. И особое внимание сейчас будем уделять таким проблемным или любимым зонам. Мы с вами немножечко больше поактивничаем в тех местах, где скапливается наиболее часто отек. Ребром руки начинаем растирать мышцы рук, мышцы трицепса, в области трицепса. И дальше по всему плечу тоже себя разглаживаем. Давайте сделаем то же самое с другой руки. Активно растираем. Прижимайте плотно руку к коже и прочувствуйте тепло. Хорошо. И дальше мы с вами двигаемся к области трицепса. Растираем эту область и плечевой сустав. И мы с вами сейчас идем к растиранию грудной клетки. Идем дальше. К растиранию грудной клетки. Активно ладонью руки. Также чувствую я при этом тепло. С другой стороны тоже. Это важная часть лимфодренажной тренировки, потому что в грудной клетке у нас с вами самое большое скопление лимфоузлов и протоков. Растираем заднюю линию шеи. И также переходим к небольшому массажу шейно-воротниковой зоны. Только для того, чтобы немножечко включить эту часть. Растираем область грудной клетки снизу и нижние ребра. Потому что здесь самое важное у нас с вами находится дыхательная мышца, диафрагма. И нам ее тоже нужно пробудить и подключить в более полноценную глубокую работу. Если ваша диафрагма зажата, это очень полезное упражнение. Поэтому старайтесь его не пропускать. Важно порастирать задние ребра. Как получается здесь, как у вас получается, так и растираем. И поясницу тоже. У нас ножки диафрагмы крепятся к поясничному отделу позвоночника. Поэтому если здесь скапливается напряжение, скованность, боль, возможно, в пояснице, то страдает и диафрагма. Поэтому важно эту зону тоже немножко проработать. Отлично. Руки располагаем на ребра по бокам. Не давите, пожалуйста, сюда просто. Сохраняйте тактильное воздействие на ребра. И на вдохе расширяем грудную клетку. Стараемся дышать во все стороны. Глубокий длинный вдох. Расширяем грудную клетку в стороны, вперед. Отпускаем живот. И стараемся почувствовать, как сзади ребра тоже расширяются. И на выдохе мы с вами, выдыхая, чувствуем, как ребра слегка погружаются в талию, в живот. Выдох. Вдох. Расширяем грудную клетку. Стараемся вдохнуть не плечами вверх, плечи опущены вниз. А расширить пространство в грудной клетке, как будто надуваем в себе воздушный шар. Дышим. Вдох. Два. Три. Четыре. Это все вдох. И на выдохе. Выдох. Два. Три. Четыре. Я думаю, заметно. Вдох. Растет грудная клетка. Руки еще больше в стороны. И на выдохе мы как будто сдуваемся. Продолжаем дышать. Вдох. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Отлично. Поднимаем правую руку наверх. Вдох. На выдохе в сторону потянитесь. Высоко, высоко, высоко. За рукой вдох. И на выдохе опускаем тоже с левой руки. Вдох. Потянуться вверх. Выдох. В диагональ за рукой. Чувствуем, как у нас расширяются ребра, как веер в стороны. Вдох. И на выдохе опускаем вниз. Сменяем руку. Вдох. Выдох. Старайтесь не заваливаться на этот бок, а тоже его продолжать удлинять. Вдох. И на выдохе опускаем. Еще один раз. Вдох. Выдох. Вдох. И опускаем вниз. Прекрасно. Двумя руками. Вдох. В правую сторону тянемся двумя руками. Выдох. Плечи опущены вниз. Вдох. Выдох. Опускаем. И вдох наверх. Выдох. В другую сторону наклон. Таз на месте. Вдох. И на выдохе через стороны опускаем руки вниз. Растирали руки. Сейчас переходим к ногам. Можно ногу поставить на какую-то возвышенность или наклониться. Как вам удобно. Нам нужны наши руки. Мы с вами начинаем руками растирать так кожу ног, чтобы вы заметили, что она двигается, скользит по тканям, по нашим косточкам и мышцам. Активно растираем, плотно прижимаем руки к ноге и не забываем про пальцы, про свод стопы, про голеностоп. И когда переходим к голени с акцентом наверх, тоже начинаем растирать активно голень. Вы должны почувствовать приятное тепло по тканям, по телу. Двигаемся к колену. Колено можно растирать круговыми движениями, можно активно двумя руками. Под колено не идем. Двигаемся выше к бедру. Нежно обращаем внимание здесь. Внутреннюю поверхность мы с вами очень нежно растираем. А бедро спереди и боковую поверхность можно активнее растирать. Переходим к ягодице и ко второй ноге. Не забываем про пальцы, свод стопы, боковые поверхности, голеностоп. С акцентом наверх мы растираем голень. Колено. Под колено не идем. Сверху бедро. Нежно внутреннюю поверхность бедра. И активнее боковую и заднюю поверхность бедра. Ягодицу можно круговыми движениями. Можно еще и сделать постукивание. И переходим к животу. Живот мы с вами растираем или одной рукой по часовой стрелке. А можно двумя руками такими вот движениями, как будто хотим немножко распилить свою талию внизу. Живота можно так же. Сверху. И обязательно по бокам. Туда, куда достаете. Хорошо еще промассировать и спину, особенно поясницу. Тоже не забывайте про нее. Она тоже любит здесь эти лимфодренажные техники. Активно растираем. И переходим к следующим упражнениям. Двигаем грудной клеткой. Располагаем руки перед собой. И начинаем растягивать сетиву. Одной рукой тянемся вперед. И второй назад. Сгибая в локте. При этом грудная клетка двигается, поворачивается за руками. Такое чувство, что мы с вами растягиваем ленту эластично. Таз в этом упражнении остается на месте. Постарайтесь им не двигать. Колени присогнуты. И стопы прижаты плотно в пол. То есть они не должны отрываться. Но при этом вы должны чувствовать реакцию стоп. То есть когда мы с вами поворачиваемся грудной клеткой, наши стопы все равно подключены в работу. Пальцы. Большие пальцы, мизинцы прижаты. Вжаты в коврик. И мы двигаемся грудной клеткой. Постарайтесь плечи тянуть вниз. Шею макушкой тянуться наверх. Удлиняться всем телом. И свободно дышать здесь. Мы не задерживаем дыхание. Продолжаем спокойно и ровно дышать. Прекрасно. 4, 3, 2, 1. Опускаем руки вниз. Становимся вдоль коврика на нескользящей поверхности. Левая стопа плотно прижата к коврику. Пальцы широко расставлены. Постарайтесь прижать стопу к коврику. Точки опоры. Большой палец, мизинец. Стопа плотно прижата, приклеена к коврику. Мы правой ногой становимся на полупальцы назад. Вдох. Руки будут разноименно двигаться вместе с ногами. Вдох. И на выдохе колено поднимаем вверх. Вдох. Тянемся правой рукой вперед, левой назад. Добавляйте вращение в грудной клетке. Вдох. И на выдохе наверх. Выполняем так 10 раз. Ускоряемся. Вдох. 10. Вдох. 9. Вдох. 8. Давайте попробуем усложнить и подняться на полупальцы вверх. 7, 6, 5. Руки свободно двигаются. 4, 3, 2, выдох. 1. Хорошо. Добавим еще. Приседаем вниз в выпаде. Вдох. И на выдохе поднимаемся наверх на полупальцы. Выдох. Присесть поглубже. Вниз. Углы в коленях примерно 90 градусов. Спина ровная. И с вращением грудная клетка. 10. Наверх. Выдох. 9. Вверх. 8. Можно даже подпрыгнуть. 7. 6. 5. 4. Наверх. 3. 2. 1. Остаемся в положении стоя. Тоже проделаем в другую сторону. Правая стопа плотно прижата к коврику. Пальцы широко расставлены. Колено мягкое. И левая нога идет назад на полупальцы. Вдох. И на выдохе. Наверх. Если пока сложно делать варианты с подъемом на полупальцы, вы можете всегда вернуться к самому простому варианту, который у нас вот сейчас в начале. На выдохе вверх. Вдох. Вниз. Постарайтесь вращать грудной клеткой. Выдох. 10. Выдох. Девять. Восемь. Выдох. Семь. Шесть. Пять. Выдох. Четыре. Три. Выдох. Два. Выдох. Последний. Добавляем. Выпад вниз. Вдох. На выдохе наверх. 10. Можно замедлиться немножко. Девять. Руки свободно, амплитудно двигаются. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Колено в пол смотрит. Три. Два. Один. Останавливаемся. Прекрасно. Идем дальше. Мы уже будем опускаться на коврик. Становимся в начале коврика. Вся длина сзади. Сделаем вдох. Потянемся за руками. И на выдохе округляемся в спине. Скручиваемся вниз. Отлично. Присядьте, пожалуйста, вниз на ягодицы. Руки ставим сзади. Чтобы не упасть, а аккуратно опуститься вниз на коврик. Мы с вами сделаем roll down, roll up. Это упражнение позволит немножко расслабить поясницу, удлинить ее. И на вдохе удлиняемся макушкой наверх. И на выдохе начинаем прокатывать, разворачивать таз седалищными костями вперед. Округляемся в спине. Мы опускаемся всего лишь на половину амплитуды. И помогаем себе руками подняться наверх. Удлиняемся макушкой вдох. На выдохе снова круглая спина. Опускаемся вниз. Сохраняем осевое вытяжение. То есть мы с вами даже когда округляемся в спине, не должны проваливать шею в плечи, сутуливаться. Постарайтесь всегда удлиняться, оставлять шею длинные, плечи опущенными вниз. Ребра погружаем в живот. И на вдохе поднимаемся, выравниваем спину. Выдох. Проворачиваем таз. Начинаем именно с движения тазовых костей и движения поясницы. Вдох. С выдохом круглая-круглая спина. И поднимаемся наверх. Вдох. Колени слегка в стороны. Забираем ноги с собой. Можно захватить руками сверху. Можно под бедра. Вдох. С выдохом круглая спина. Находим точку равновесия на копчике-кресце. Если это упражнение доставляет дискомфорт, можете просто опуститься вниз на спину и полежать. И мы следующий раз. Вдох. Полностью опускаемся вниз. Позвонок за позвонком. Плавно, медленно опускаемся вниз. Копчик-крестец, поясница, грудной отдел. И опускаем голову. Поднимаем ноги наверх. Вот здесь мы с вами с ногами вверху останемся дольше. Руки вдоль тела прижаты к коврику. Заворачиваем ноги внутрь. И снова разворачиваем наружу. Представьте, что мы ногами как будто просверливаем потолок. Закручиваем в потолок наши ноги. И разворачиваем пятками снова внутрь. Важно сделать это упражнение не стопами, а движение всей ногой по длине от тазобедренных суставов. Выдох. Бедра развернулись. Колени, голени, стопы. Вдох. Развернулись стопы, голени, колени, бедра. Все развернулось. Выдох и вдох. Насколько это позволяет вам ваша амплитуда, делайте, старайтесь удлинять ноги. Если тяжело, например, очень сильно закрепощены бедра спереди, перенапрягаются, вам тяжело выпрямить ноги, можно все то же самое делать с присогнутыми ногами. Важно только сохранять проворот именно в тазобедренных суставах, чтобы не стопы двигались, а вместе вся-вся-вся нога от тазобедренных суставов. И мы делаем еще 10 пятки внутрь, пятки наружу. 9, 8, 7, стремимся всегда удлинять ноги. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И усложняем задачи. Заворачиваем стопы внутрь, пятки наружу. Разводим ноги в стороны, насколько это возможно. Это будет вдох. На выдохе, когда уже развели максимально широко, заворачиваем пятки внутрь и соединяем вверху именно пятки. Как будто между пятками мы зажимаем какой-то предмет. Лист бумаги держим. Снова внутрь носочки, разводим ноги широко в стороны, проворачиваем и соединяем пятки. Если бывает так, что голеностоп сводит стопу, держать ее всегда вытянутой. Вы можете вытягивать в стороны ноги, удлинять стопу. А когда разворачиваете ноги пятками внутрь, сокращать стопу на себя, чтобы стопы не уставали. Вдох, выдох, вдох, сокращаем пятки, выдох, вдох, разводим широко, выдох. И у нас получается такой знак бесконечности, восьмерка ногами. И мы стараемся удлинить, вытянуть ноги еще больше, как будто вытягиваем бедра из таза. Выдох, выдох, восемь, продолжаем, выдох, семь, выдох, шесть, выдох, пять, выдох, четыре, выдох, три. И это упражнение прекрасно помогает улучшить подвижность тазобедренных суставов, чтобы жидкость от ног быстрее возвращалась и свободнее возвращалась к телу, в туловище и в грудные протоки. Вдох, на выдохе. Прекрасно. И трясем ногами, добавляем руки. Знаменитое упражнение «Тараканчик». Расслабляем все тело, но так, чтобы эта вибрация, которая запускает ноги и руки, она доходила и до плеч, и до ягодиц, и до живота. Трясем. Четыре, три, два, один. Хорошо. Опускаем ноги, захватываем их руками, покачайтесь вправо-влево, отдохните, и мы повторим еще один раз это же упражнение. Поднимаем ноги наверх, удлиняем, вытягиваем, как струнки у нас. Ноги заворачиваем внутрь носочками, наружу. Внутрь, тоже помогать можно руками немножко себе, наружу, внутрь, наружу. Восемь раз, продолжаем. Восемь, семь, пятки вместе собираем, шесть, пять, четыре, три, два, один. И добавляем разведение ног в стороны, вдох, проворачиваем пятки внутрь, выдох. Снова, внутрь носочки, вдох, пятки наружу, выдох. Восемь раз, восемь, широко-широко, выдох. Семь, у вас руки остаются лежать, выдох вдоль туловища, шесть. Красивое, качественное, амплитудное движение, выдох. Восемь, пять, выдох, четыре, три, выдох, два, выдох. Последний один, вдох, выдох. Остаемся, трясем, запускаем снова вибрацию по всему телу. Восемь, семь, шесть. Расслабляйте руки, плечи. Пять, четыре, три, два, один. Захватываем колени, покачайтесь вправо, влево ногами, корпусом. И ноги опускаем вниз. Они у нас будут согнуты в коленях, стопы прижаты к коврику, руки вдоль тела. Здесь руки должны остаться сильными, прямыми и давить на коврик. То есть мы не расслабляем руки, а стараемся оставить их в тонусе. Сделаем вдох. На выдохе начинаем поднимать таз, копчик, крестец, поясница. Все, позвонок за позвонком. Тянемся коленями вперед. Седалищные кости направили на голень. Делаем вдох. Это важно. Расширяя грудную клетку. И на выдохе наша грудина и спереди, да, нижние ребра с выдохом как будто проваливаются внутрь. Позвонок за позвонком. Начинаем опускаться грудным отделом. Вытягиваем поясницу. Еще седалищные кости направлены на голени. Прижимаем крестец. И только потом возвращаемся к естественным изгибам позвоночника. Сделаем вдох. На выдохе копчик, крестец, поясница. Тянем колени вперед. Опора на лопатки и плечи. Вдох. И на выдохе как будто сдуваемся в грудной клетке. Сдуваем свой воздушный шар. Вдох. Выдох. Копчик, крестец, поясница. Наверх. Не перебарщиваем с подъемом таза. Потому что вы поймете, если вы поднимете таз слишком высоко, будет чувствоваться поясница. Вот этого состояния нам нельзя доходить. Делаем вдох. На выдохе. Снова сдуваем грудную клетку. Опускаемся вниз. Красиво, медленно. Позвонок за позвонком. Очень бережно, очень аккуратно опускаемся. Делаем вдох. На выдохе. Плавно снова поднимаемся. Тянем колени вперед. У нас чувствуется паховая зона, как мы с вами здесь выполнили хорошее разгибание в тазобедренных суставах. Сделаем вдох вверху. И на выдохе сдуваемся грудной клеткой. Опускаемся вниз. Следующий подъем. Вдох. Поднимаемся вверх и остаемся вверху. Останьтесь. Руки вдоль тела давят на пол. И сейчас мы с вами выполняем вращение тазом в правую сторону, в левую сторону. Как будто одна сторона, одна половинка свисает вниз, да, вторая осталась наверху. И потом меняем это положение. Как так сделать, если не получается? Вы опускаете правую ягодицу, а левой стопой толкаете себя еще больше вверх. Тянете левое колено вперед. Вдох. Выравниваем таз. То же самое. Опора в правую стопу сильнее. И тянем правое колено вперед. Левая сторона как бы повисла. Вдох. На выдохе в сторону. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Это упражнение способствует хорошему оттоку жидкости от ног к телу. Важно здесь тоже сочетать движения с дыханием. Важно подвигать тазом, поясницей. Улучшить в них подвижность и питание тканей за счет этого. Вдох. Выравниваем таз. На выдохе. Ребра в себя, грудину мы опускаем вниз. Опускаем весь таз. Колени к себе. Захватываем наши ноги. Сделаем вдох. И на выдохе давим ногами в руки. Медленно поднимаемся. Постарайтесь здесь подняться без рывка. Вдох. Макушкой растем вверх. Удлиняемся. И с выдохом снова уходим назад. Захватите ноги руками. Круглой-круглой спиной опускаемся вниз. Вдох. На выдохе давим ногами в руки. Начинаем скручиваться. Медленно подниматься. Вдох. И на выдохе. Плавно-плавно опускаемся вниз. Еще один вдох. И поднимемся уже в положении сидя. Останемся. Разворачиваемся корпусом по центру коврика. Выравниваем спину. Легкий вдох. Поднимаем руки наверх. Тянемся за руками. И с выдохом в правую сторону разворачиваем корпус. Упираемся рукой в колено. Отодвигаем себя еще дальше назад. Помогаем повернуться. Посмотреть назад. Но сохраняем при этом спину прямой. Вдох. На выдохе. То же самое. В другую сторону. Плечи опущены. Длинная шея. Вдох. На выдохе. В сторону. Хорошо. Еще один вдох. Выдох. На вдохе. Две руки вверх. Отпускаем через стороны. Вниз. И нам нужно с вами сесть в положение Z-SET. Правая нога согнута к себе. Стопой упирается в левое колено. Левая нога согнута от себя. Голеностоп здесь не сокращаем. Наоборот. Вытягиваем вдоль. По линии с ногой. Сделаем вдох. Сидим мы с вами больше на правой. Ягодице. На выдохе. Опускаемся в сторону. Рука идет чуть дальше. Не близко к себе. Чуть-чуть подальше. И отталкиваемся от коврика. Уходим в боковое сгибание. Плечи постарайтесь здесь опускать вниз. И оставить расстояние между головой и шеей. Выравниваем все тело. Вдох. На выдохе. Левую ягодицу тянем вниз. Левую руку тянем. Наверх. Опорную чуть. Призгибаем. И отталкиваем себя назад. Сохраняем удлинение тела. Удлинение нашей талии. А не зажимаем правую сторону. Выдох. Вдох. Подняться. Плечи вниз. Выдох. Вдох. Подняться. Прекрасно. Выдох. Остаемся в боковом наклоне. Открываемся рукой. И грудиной вверх в потолок. Это вдох. Хороший вдох. Вдохните глубоко. На выдохе мы закручиваем себя. Левой рукой тянемся вперед. А правой как будто хотим оттолкнуться от коврика. Грудину мы здесь максимально прячем в себя. Открываемся. Как будто цветок распускается. На солнце вдох. И на выдохе прячемся от дождя. Скручиваемся. Открываемся. Вдох. Свободное амплитудное движение. Выдох. Оттолкнуться. Помним, что вот здесь руки как противодействие. Как будто мы с вами выжимаем тело как мокрую тряпку. На вдохе открываемся. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Хорошо. Вдох, боковой наклон. И на выдохе поднимаемся вверх. Давайте сделаем другую сторону. Важно в этом упражнении. Хорошее амплитудное движение грудной клетки во все стороны. Чтобы наши ребра на вдохе расширялись во все стороны. На все 360 градусов. Это позволит двигаться диафрагме. Свободно, легко. И на выдохе подтягивать всю жидкость от ног к центру. Вдох. На выдохе. Боковой наклон влево. Оттолкнитесь левой рукой. И мы с вами медленно опускаемся еще чуть больше вниз. Но помним, что у нас остается свободная шея. Голова шеи на одной линии с телом. Вдох. На выдохе. Вдох. Если, кстати, у вас не получается дышать, так как я говорю, ничего страшного. Дышите, так как у вас это получается, как вам удобнее пока. И потом постепенно с практикой, с тренировками у вас получится дышать. Важно. Самое важное. Это не задерживать дыхание, а именно дышать. Чтобы не создавать лишнего повышения артериального давления в себе. Чтобы избежать повышения внутри брюшного давления. Открываемся. Наверх. Освобождаем нашу грудину. Тянем в потолок. На следующем вдохе. И на выдохе закрываемся. И вот здесь важно оттолкнуться опорной рукой от коврика. Открываемся. Снова вдох. С выдохом. Закрыться. Вдох. Снова на солнышко открылись. На выдохе прячемся от дождя. Вдох. И выдох. Сделаем последний раз. Вдох. И снова выдох. Боковой наклон. Вдох. На выдохе поднимаемся наверх. Садимся удобно, как вам хочется. Скрестив ноги или можно просто сложить ноги перед собой. Сделаем один легкий вдох. Руки наверх. И на выдохе опустим руки вниз. На этом мы закончим нашу тренировку. Спасибо большое за нее. За то, что вы уделили время и мне, и себе одновременно. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите свои комментарии под этим видео. И присоединяйтесь на курс лимфодренаж. Всем пока!